События на канале ГИС. Здравствуйте! С вами Олеся Корецкая. Коротко о некоторых темах выпуска. За 2010 год объем промышленного производства увеличился более чем на 15%. Это почти вдвое превысило среднероссийский темп производства. Самара первая в России по производству легковых машин, аммиака и линолеума. Областные власти планируют привлекать в регион инвестиции. Изготовить единственным экземпляре самый суперсовременный прибор, машину, ракету. Это мы умеем. Малому и среднему бизнесу помогут изобретения студентов. Штучный товар отправят в массовое производство. Богу отдай душу, сердце народу, а честь оставь себе. Новый красный день в календаре. В Самаре чествуют ветеранов МВД и внутренних войск. Сети водоснабжения города сегодня постиг коммунальный коллапс, сообщили в муниципальном предприятии «Самара Водоканал». Сразу на нескольких улицах произошли коммунальные аварии. Где-то идет ремонт. Из-за порыва водовода на улице Мичурина сегодня в Постниковом овраге трамваи буквально плыли по рельсам. Светлана Новосельцева побывала на месте происшествия. Не успели жители отойти от разлива вешних вод, которые с таянием снега стекают в Постников овраг, как получили очередной сюрприз. Порыв водовода диаметром 900 мм, по сообщению МП «Водоканал», произошел на улице Мичурина еще в 3 часа ночи. Отличная реклама для резиновых сапог и для резиновых лодок. Лодочка нужна, сейчас, кстати, она будет. Не только на Волге, но и здесь. Ну, тут уже не первый раз, это уже второй раз там прорывало, сколько раз это все. Ну, вот так вот плаваем постоянно. Тает, не тает, коммунальная авария, не коммунальная. По словам сотрудников водоканала, водовод на улице Мичурина от Врубеля до Осипенко перекрыли в начале 10 утра. В настоящее время ремонтные работы ведутся. Отключений окружающих построек, жилых, либо производственных помещений не производилось. Все с водой. Обычно мы, как бы, устраняем повреждения в течение суток, за исключением особо тяжелых случаев. Этот случай не особо тяжелый. Так что в течение суток можно надеяться на устранение последствий аварии. Светлана Новосельцева, Валерий Шаронин, ГИС События. 2010 год для Самары стал периодом посткризисного восстановления. Большинство показателей постепенно приходят в норму. Так, за прошлый год Самарская область вышла на седьмое место по добыче нефти в России и заработала на 20% больше по сравнению с 2009 годом. Об итогах и планах правительства расскажет наш корреспондент. Первое место в России по производству легковых автомобилей, синтетического аммиака и линолеума. Здесь Самара впереди планеты всей. В тройке лидеров регион по первичной переработке нефти. В пятерке лучших по выпуску синтетических смол и пластмассы. За 2010 год объем промышленного производства увеличился более чем на 15%. Это почти вдвое превысило среднероссийский темп прирост. Необходимые условия развития региона – привлечение инвестиций, в том числе иностранных. Но сроки оформления документов до 22 месяцев потенциальных инвесторов никак не устраивают. Так что в первую очередь чиновникам стоит ускорить темпы собственной работы. Тогда реализуются намеченные планы. Разрабатывается областная целевая программа развития миллиарда земельскохозяйственного назначения в Самарской области на период 2020 года. Это проект создания агротехнопарка в Красноярском районе и проект Самарской и Школково фермерского хозяйства Климанов в Кидельском районе. Перспективы у жителей региона, по прогнозам правительства, достаточно радужные. Самарскую область ожидают рост экономики и завоевание технологического приоритета. Марианна Мирная, Валерий Шаронин, ГИС, События. Контролировать чистоту воздуха и утилизацию отходов теперь будут городские чиновники Департамента благоустройства и экологии. На эти цели из областного бюджета направили более 12 миллионов рублей. Этот и другие вопросы обсудили сегодня депутаты городской думы. Обеспечение пожарной безопасности во дворце бракосочетаний ДК «Нефтяник», кинотеатрах «Луч», «Пламя» и «Космос» – главный вопрос дня. Все здания находятся в ведении муниципального предприятия «Дворец торжеств». В результате проверок пожарного надзора еще в прошлом году там найдено немало нарушений. Серьезные мероприятия требуют финансового положения. В частности, электропроводки не соответствуют нормативным документам по электроэнергетическим. Необработаны они защитные составы деревянной конструкции, стенической коробки, замок и другие горючие декорации, декорации в зале, пути уклада отделом горючей мучилировой, это касается отделка потолкового, полоски. Установлены также двухти механические решетки. Устранить предписание пожарного надзора в ближайшее время не получится. Средств у предприятия нет. Кредиторская задолженность превысила 9 миллионов рублей. У нас уже не будет прибыли от продажи имущества в размере 3 миллиона 600 тысяч. У нас уже не будет отходов от размещения различных незаконных игровых автоматов. То есть мы начинаем уже с большого минуса, минус 7 миллионов. Более того, у меня сейчас кредиторская задолженность 10 миллионов. Депутаты рекомендовали пожарному надзору провести дополнительные проверки. До 1 мая предприятие «Дворец Торжеств» должно предоставить перечень необходимых работ и их примерную стоимость Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения городской думы. Лариса Шалафаст, ГИС События. Город наводнили люди в оранжевых жилетах, а вдоль дорог появились черные мешки с мусором. В Самаре идет большая апрельская уборка. Сегодня представители городской администрации и коммунальных служб проинспектировали эту уборку. Для проверки выбрали самый большой район – Кировский. Результат уже налицо, отметил первый заместитель главы города Виктор Кудряшов. Однако есть еще проблемы. Фасады зданий и столбы пестрят объявлениями. Вдоль трамвайных путей разбросан мусор. В некоторых местах снег еще не начинали ворошить. Есть достаточно серьезные проблемы пока с уборкой во дворах, с состоянием контейнерных площадок. По мере таяния снега эти проблемы становятся все более очевидными. Поэтому на ближайшую неделю основной акцент нашего штаба будет как раз на исправлении ситуации на этих территориях. Основная задача на этот текущий месячник и два субботника предстоящих – это привлечь как можно больше населения. Конечно, силами администрации, силами чиновников город привезти невозможно, но однозначно инициатива должна исходить от нас. Ежегодно в Самаре рождается около 200 научных проектов, которые можно сразу пускать в производство. Этого не происходит чаще всего от недостатка информации и активности изобретателей. Об этом сегодня говорили на инновационном форуме поддержки малого и среднего предпринимательства. Своим опытом поделились иностранные гости – почетные консулы Италии и Словении. Оптимальнее всего – реализовать научно-технические разработки через малые предприятия. Изготовить в единственном экземпляре самый суперсовременный прибор, машину, ракету – это мы умеем. Но сделать в одном единственном экземпляре. Вот форум, настоящий форум, он посвящен тому, чтобы мы не единичные экземпляры изготавливали, а изготавливали во множественном количестве. Еще один насущный вопрос – финансовая поддержка инновационных компаний. Для них Департамент развития предпринимательства разрабатывает программу компенсации затрат. Лучшие получат поддержку до 5 миллионов рублей. Если людей не устраивает законодательство, его меняют. Внести поправки в те части уголовного кодекса, в которых идет речь о хранении и употреблении наркотиков, предложили сотрудники наркоконтроля. По данным ФСКН, в Самарской области почти 34 тысячи наркоманов. Чтобы кардинально изменить ситуацию, нужно в первую очередь изменить законодательство. Ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков. Назначать по решению суда принудительное лечение. Снизить до 14 лет возраст уголовной ответственности за хранение и избыт. Самый проблемный вопрос – проверка несовершеннолетних. Необходимо, чтобы родители знали, что их дети зависимы, но вместо штрафов несовершеннолетним необходимо лечение. В случае задержания употребившего наркотики подростка, законопроект предусматривает составление протокола и направление его родителям, которые в свою очередь должны принять меры по прохождению курса лечения. 60-летний юбилей сегодня отмечает архиепископ Самарский Сызранский Сергий. На протяжении 18 лет Владыка управляет Самарской епархией. Он активно участвует в культурной и общественной жизни по Волжье, заботится о нравственном воспитании подрастающего поколения, призывая людей к миру и согласию, к жизни по заповедям Христа. Чтобы поздравить Владыку, православные самарцы собрались в духовной семинарии, где состоялось торжественное открытие выставки живописных полотен художника Дмитрия Мантрова. Теплые слова в адрес Владыки произнес и глава города Дмитрий Азаров. Вашими трудами восстановлен церковь в Самаре и Самарской области. Строятся новые храмы, восстанавливаются заброшенные храмы. Все это благодаря вашему постоянному труду. Конечно же, благодаря этому восстанавливается и мораль, и нравственность, и справедливость, что безусловно способствует процветанию нашего города. Поздравляю вас от всей души. Многие блага и лета на благо нашего города, нашей родной земли. Сегодня Россия впервые отмечает День ветеранов МВД и внутренних войск. В канун праздника военных и милиционеров наградили и у нас в областной столице. Ветеранов поздравили первые лица Самары и сотрудники городских РОВД. Он до сих пор вспоминает, как в далеком 41-м танки сравняли землю и его родную деревню под Тулой. Михаилу Лялину сегодня исполнилось 80. Из пяти его братьев, ушедших на фронт, в живых остался он один. Сегодня герой России напутствует молодых. Люби Родину больше, чем свою жизнь. Богу отдай душу, сердце народу, а честь оставь себе. В РОВД Советского района почетные граждане Самары. Они воевали в горячих точках, теряли в боях друзей. Органам внутренних дел отдано более 20 лет. Теперь каждый год, 17 апреля, ветераны будут вспоминать своих друзей, родных и близких. В тесном кругу за чашкой чая делятся самыми тяжелыми моментами военных лет. Напороться на штык в рукопашной или броситься грудью над зод. Умирать за победу не страшно. Страшно, если победа умрет. По мере возможностей мы каждого стараемся вспомнить, каждому оказываем какое-то внимание. В виде, вот, мы поздравляем с днями рождения, приглашаем вот на подобные мероприятия. Жаль, награждения смогли приехать не все, огорчаются организаторы. Из 500 ветеранов, проживающих в Самарской области, сегодня наградили от силы 10. Честовали силовиков и выводы города. Я выражаю вам благодарность за ваш труд не только от своего лица, а уверен, сегодня к моим поздравлениям присоединятся все жители Самары. Сердечно поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, долголетия, семейного благополучия, мирного неба над головой. И есть просьба, как можно дольше оставаться в строю, вы нужны нашему городу. Спасибо вам. Ольга Павлова, Станислав Левин, ГИС-события. Говорят, дача для россиян – это нечто сакральное. В советские времена она была признаком состоятельности. И сейчас загородный участок с домом – мечта многих. В Самаре открылась выставка-ярмарка «Дачный сезон». Со следующей недели синоптики обещают нам по-настоящему весеннюю погоду. А это значит, что армия огородников отправится на дачи. Присмотреть все необходимое садоводы-любители могут в экспо «Волге». Богатый здесь выбор. Ну, так скажем, цены более-менее приемлемые. То, что я искал, себе нашел, в общем-то. Виноград искал, но такого сорта там сказали, что здесь вот нет. Но можем вам, так скажем, из питомника вам предоставить. Свою продукцию привезли около ста представителей России, Украины и Молдавии. Но основные участники – не они. Идя в ногу со временем, мы, конечно, поддерживаем местного товаропроизводителя. И заинтересованы в том, чтобы на нашей выставке присутствовали прежде всего наши самарские аграрии, которые в данной сфере ведут свой бизнес. Выбор на выставке огромный. Тут есть и семена черешни, и импортные газонокосилки. Любители экзотики могут приобрести необычные растения. Одним словом, воплотить свою дачную мечту может каждый. Инна Сапанченко, Алексей Захаров, Иван Карпов, ГИС События.